От России привет! Илюшка с отдыха приехал, Таити, все дела. Говорит Иваныч, какие эксперименты, я готов, отдохнул. А вот коробочка такая волшебная, я ребятам показывал, что я здесь собрал 50, 51, 52 и так далее. Эксперимент следующий. Мы сейчас на динамометре поджали 98 килограмм. 98 килограмм на динамометрической силе, то есть 98 на динамометре, говорит о том, что минус 10, то есть широкий эспандер, а вот этот эспандер является широким, 77 между ногами, он, по идее, его должен закрыть. Усилие этого эспандера 57 на конце. 57 умножаете на 1,5, то бишь ему должно хватить. С его динамометрией вот этот эспандер закрыть он должен, а предел его будет примерно под 60. Сейчас посмотрим. Вот так вот тогда. Да, я видел, значит, закрытие было вот так. Значит, а теперь следующий. Я ему дам свой именной. Вот он мой именной, такой же широкий, но это в следующей серии. Ему надо сейчас отдохнуть. Вот этот эспандер 60 килограмм. Фактически он его должен не дожать. Вот сейчас и посмотрим. Серия номер 2. Все тот же человек, борода растет, но растет до определенных пределов. Мы ее подстригаем. Байкер Илья. Значит, проходим эксперимент второй. Вот только что он закрыл 57 килограмм. Его динамометрией 98. Хватило, чтобы закрывать вот этот, у которого на середине 85 плюс 10. Это 95, 98 хватило, что и было подтверждено. Но так как он не может подряд все эспандеры закрывать, эксперимент он не сможет так сделать, чтобы каждый килограмм повышать. Сейчас я как бы вот разобраться вот в этом. Расстояние 77. Этот эспандер ребята все знают. Это вот он мой именной, который с Израиля. Теппер делал вот такое расстояние. Значит, на нем сейчас 60 на конце, 90 на середине. Плюс 10, 100. Вот посмотрим. Вообще, по идее, должны закрыть. Либо закрыть, но очень на тоненького. Закрыл. Слышали, да? Был хруст. Закрыл на 60. Сейчас ищу ему широкий, чуть выше. Эксперимент продолжаем. Стальной Ухват России, подписчики на канале YouTube. И сейчас мы попробуем. Ну, подбирал я что-то близкое еще по нагрузке, по силе и расстоянии, чтобы было достаточно широкое. Вот 75,5. Ну, 76 примерно миллиметров. Ребята знают. Эту троечку. Вот она троечка. Она у меня в обители. Постоянно ее ребята приезжают, потому что она легкая. Как бы легкая. 63 килограмма СХР. Соответственно, для калибровки весовая, она не легкая. И вот сейчас мы попробуем испытать. Сейчас, подожди, стой я. Легкая. Да, 63. Вот, 63 умножить. Все в мире относительно. Да, на полтора. Как будто легкий. Вот, смотрите. Вот у этой троечки серединка 94,5 килограмма. Но так как 98 динаметрия была, скажем так, рабочая, то и пиковая, естественно, она у него выше. Вот и посмотрим, сможет он справиться с тройкой. Третий эспандер, 57 закрыл, 60 закрыл. И теперь троечка. Может, не качественный показ, но я скажу, было нет. Вот, остановись вот тогда. Видите? Все. Здесь уже расстояние достаточно большое до закрытия. Значит, 94,5 на серединке не пожал. Для того, чтобы его пожать, надо 105 иметь динамометрию. На данный момент она у него пикывает там 100-102. Где-то так. Вот и есть расстояние. Значит, 60 он справился с моим именем. Где-то, наверное, 61 бы, это был бы его предел. 62. Ну, 62 вряд ли, потому что у этого 63. 61, давайте посчитаем. 61 умножить на полтора. 91,5, как я и сказал, примерно 100-102. Вот она, десяточка. Плюс 10 килограмм, широкий эспандер. Нужно иметь запас, чтобы закрыть без установки. 57 закрыл, широкий. 60 широкий закрыл. 63 остановил. От Ильи. Специально для Стального Хвата России. Для всех подписчиков на канале YouTube. Сообщество Стальной Хвата России. Здоровья. Занимаемся спортом. Пока.